Добрый день! В эфире актуальная тема в студии Евгения Геранина. 2 декабря в Волну Д стартует региональный этап конкурса «Молодые профессионалы». И у нас в гостях Татьяна Бадлуева, начальника отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Бурятии и Сергей Исаков, преподаватель Бурятского республиканского индустриального техникума и главный эксперт по компетенции электромонтаж. Татьяна Алексеевна, Сергей Николаевич, региональный этап чемпионата проходит уже в шестой раз. Что изменилось в этом году и изменилось ли что-то за эти шесть лет вообще принципиально? Изменилось, конечно, кардинально. Начиная от количественного состава наших ребятишек, то есть и количества компетенций, количество экспертов, которые принимают участие в данных региональных чемпионатах. Ну и, конечно, изменился и уровень подготовки. Самое главное, изменилась заинтересованность и появилась заинтересованность от лица работодателей, от лица отраслевых министерств, ведомств к такому большому действию под названием движение WorldSkills в республике Бурятии, в том числе и в лице региональных чемпионатов. То есть я сразу уточню, получается, участников стало больше, компетенций стало больше и все стало по-взрослому. Да, конечно. Потому что если, например, мы вспомним наш далекий первый чемпионат, который мы проводили, у нас там было всего четыре компетенции и участников-то было не так много. Это вот буквально по пять человек по каждой компетенции. У нас мы тогда не могли похвастаться такой мощной, скажем, нашей командой экспертов. И это все как бы проходило очень скромно. И для себя мы хотели определиться, насколько мы можем вытянуть вот этот уровень мирового стандарта подготовки квалифицированных рабочих служащих. Компетенция – это направление, да? Да, 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 да. А зачем нам вообще нужен этот конкурс? Зачем нам чемпионат? Ну, во-первых, для себя, если мы так условно говорим, для себя мы каждый раз примеряем мировой уровень подготовки квалифицированных рабочих служащих. Мы для себя примеряем тот уровень наших педагогов, которые выступают в лице экспертов на региональных чемпионатах. Ну и, наконец, вот это движение – это же ведь не только соревновательная позиция, да? Это не только соревновательная сторона показать, а кто лучше подготовил студента, а какой эксперт у нас сильнее, а кого мы еще на какую-то площадку созвали больше гостей, больше школьников, больше работодателей. Конечно, это в первую очередь – это полностью изменение формата подготовки квалифицированных рабочих. Потому что вот все заделы, которые у нас идут в содержании движения WorldSkills, они потом ложатся в основу содержания подготовки, они ложатся в новые технологии оценки уровня подготовки. Мы сейчас говорим о том, что сегодня государственная итоговая аттестация, она переходит в новый формат, это демонстрационный экзамен. Когда также на открытой площадке ребята выполняют задания, и причем экспертами и оценщиками уровня подготовки и итоговая аттестация выступают работодатели. Вы подчеркиваете мировой стандарт. То есть мировой стандарт – это нечто другое, к чему привыкли здесь в Бурятии. Мы говорим о том, что все-таки мировой стандарт, он больше заточен и включает в себя аспекты профессионального стандарта. Но вот не стоит забывать, что вот все-таки среднепрофессиональное образование – это вот такой уровень образования, который должен отслеживать всю тенденцию и всю линейку требований и федерального государственного образовательного стандарта, и с другой стороны линейку требований к уровню подготовки профессионального стандарта. И когда мы готовим наших ребят, и когда мы обучаем наших студентов, мы всегда должны как бы вести параллельно два этих документа. И вот когда мы видим, что профессиональный стандарт, он у нас ориентируется, не только внутри, скажем, России, а вообще на мировой уровень. Ведь наша задача какая? Это не только научить нашего ребенка какой-либо трудовой функции, но и научить его быть настолько трудоспособным и настолько профессиональным, чтобы он смог у нас себя проявить не только в республике, но и везде, скажем, в любой точке. И эти профессиональные его компетенции, навыки, умения, чтобы он их применял в любой точке, в любой сфере, имеется в виду по своему направлению, да, независимо от того, кто это работодатель. Сергей Николаевич, ну вы экспертом, получается, шестой раз, да? Да. Вы подтверждаете, что уровень участников вырос, и профессионализм вырос, и, может быть, задания усложнились? Как это все сейчас похоже? Задания, да, задания усложняются, но они усложняются у нас из года в год в зависимости от требований национального чемпионата. Потому что, как бы, основной целью является, что? Выйти на международную арену, скажем так, да, и показать, что ребята наши могут выступать на международной арене и хорошо себя показать и зарекомендовать. Предыдущий вот чемпионат в Казани показал о том, что ребята, юниоры, выступили довольно-таки очень хорошо, заняли первые места на международном чемпионате по юниор-вордскил. Если брать, для примера, этот чемпионат, который проходил первый раз, задания были довольно-таки очень простыми. Например? Необходимо было собрать простую схему по запуску двигателя и небольшую схему по запуску освещения через определенные таймеры, времени и так далее. И время на все это располагалось порядка 20 часов. Довольно-таки очень большое время, несложная схема, и ребята ее, конечно, выполнили. Из года в год схема усложняется. Если посмотреть задания прошлого года, то здесь уже присутствовали уже программированный запуск двигателя. То есть это подразумевало, что он будет запускаться с определенным временем останова, определенным временем запуска, запуск освещения через также программируемые источники. И сложность была еще в том, что время в этом случае уже было сокращено. То есть до 18 часов. Соответственно, сама схема уже выглядела довольно-таки очень сложно. Если в первом случае располагалась на двух плоскостях, и они не были взаимодействованы между собой. Здесь сложность заключается, что схема собирается в одну общую плоскость и в одном, скажем так, установочном ящике. И здесь очень большая сложность в том, что нужно и необходимо разбить цепи различного класса напряжения. И все это за определенное время. При еще определенной такой задаче, что все должно быть выставлено по определенным меркам. Это должно быть выставлено расстояние, это должны быть выставлены уровни, программирование, ну и, конечно, запуск схемы. Школьники и студенты СОЗов, они участвуют отдельно? Две разные категории возрастные? Это разные категории. Это и перечень компетенции, он может быть, конечно, созвучен. Вот, например, сетевое и системное администрирование, это электромонтаж, но в своих категориях возрастных они соревнуются по-разному. То есть у нас от Junior Skills – это вот как бы школьники, затем непосредственно сами основные компетенции для студентов. Здесь мы хотели бы отметить, что у нас с пятого чемпионата есть ношество, когда включены компетенции для наших опытных работников. Это возрастная категория 50+. И при этом, когда мы ввели эту компетенцию в прошлом году и посмотрели на активности, и посмотрели на само психологическое состояние участников, мы поняли, что эта возрастная категория, она очень интересная. И отзываются, скажем, работники, предприятия, организации по этим направлениям, ну, довольно-таки интересы они проявляют. И активно, в общем-то, включаются. То есть, получается, это рабочие предпенсионного возраста с огромным опытом, которые все еще хотят соревноваться, как мальчики. Да? Да. То есть им это интересно? Это им интересно. А в это время, допустим, молодое поколение может наблюдать за их работой? Или они заняты своими заданиями? То есть, вот как-то этот опыт передается? Ну, нет. Или пока не предусмотрено? Пока не предусмотрено. Почему? Потому что в любом случае у нас запараллелены работы площадок, конкурсных соревновательных площадок. Поэтому пока так. То есть, идет настрой, включение в работу, задания, время, эксперты. То есть, это очень довольно-таки все четко регламентировано. Вот вы говорите, количество компетенций увеличилось. Сами задания усложнились. Участники. Много ли их? И как вообще вы их берете? То есть, это из-под палки. Нужно, чтобы от школы пошли пять человек. И этих пять человек бедных отправляют. Хотят они, не хотят. Или они сами рвутся. И почему тогда они так стремятся на чемпионат? Ну, здесь я думаю, что все-таки... Вот давайте сравним даже движение WorldSkills со спортом. Да? И это и олимпиадные движения. То есть, в любом случае, когда наши студенты на первом этапе у себя, внутри учреждения проявили свои способности, конечно, мы начинаем к нему присматриваться. Да, и, в общем-то, обращать на него внимание. Мы пробуем ему дать эти конкурсные задания. И когда, скажем так, студент один раз попробовал участвовать в таких соревнованиях, у него включается азарт показать свои достижения все лучше и лучше. То есть, на следующий год я сделаю еще лучше, да? Да. То есть, если я сегодня на третьем месте, у меня бронзовая медаль, я уже хочу серебряную. Я уже хочу золотую. Я уже хочу поехать на отборочные этапы. Мне мало отборочных. Я хочу национальный чемпионат. То есть, вот этот соревновательный азарт, как и у всех, наверное, молодых людей и у ребятишек, он всегда присутствует. Ну и, конечно, показать, чего ты достиг и что ты умеешь. Я думаю, что это любое качество, как личностное, оно присуще человеку. Показать свои наработки, показать свои лучшие стороны так, чтобы не только твое близкое окружение это видело, но и чтобы тебя оценили еще и другие. Ну, студенты, понятно, не получают профессиональное образование. А школьники, как вы их подбираете? Как вообще вы их распределяете по компетенциям? Как вы их учите или не учите? Ну, обучение-то в любом случае будет. А начинается очень просто, что приходим в школу, приходим в класс, разговариваем, представляем нашу компетенцию, направление по электромонтажу. Заинтересовываем их и говорим, что, ребята, вы можете прийти к нам на кружок, секцию, на занятия. Абсолютно это все бесплатно. Можете попробовать свои силы. Если это вам понравится, ради бога, мы с вами будем дальше работать и будем стараться вывести вас, соответственно, уже, говорится, на большую и большую, говорится, степень участия. То есть в Брите проходят какие-то дополнительные занятия для школьников? Да, совершенно верно. И там они готовятся? Да, на этом кружках готовятся полностью по тем же стандартам, международным стандартам WorldSkills. И начинаем с самого очень простого, с самых азов. Выключатель, лампочка, розетка. Ну и постепенно все, конечно, уровни уже усложняются и доходят до международных стандартов, которые идут именно по юниорам. WorldSkills в этом случае разбит на несколько категорий. Вот у нас есть участники по электромонтажу – это юниоры, есть основные участники – это от 16 до 22, да, и участники 50+. Вот по электромонтажу такие вот три категории. Соответственно, ребята, которые вот идут категория 14-16 – это юниоры. Для них разрабатывается отдельное задание. Они параллельно с работами работают основной площадке, но занимаются в этом случае. Для них есть некоторые послабления. Они соревнуются у нас не больше четырех часов в день. То есть это как бы общее требование по стандартам WorldSkills. И занимаются. Много ли из тех, кто приходит на старт и доходит до финала? Участвует в чемпионате? Ну, здесь как бы все равно зависит… Да, здесь тяжело зависит все-таки от самих ребятишек. Если, конечно, кто-то настроен на том, что да, я буду, я могу, я сумею, конечно, они доходят. В прошлом году вот у нас участвовали ребята с 43-й школы, они дошли до, скажем так, отборочного чемпионата, заняли второе место. Здесь? Да, здесь. В этом году снова у нас готовятся две команды юниоров на базе БРИД. Будут участвовать. Ну, там уже посмотрим, кто, говорится, победит. Ну, электромонтаж, наверное, только мальчики, да? Нет. В прошлом году у нас, допустим, в прошлом году у нас участвовали сборная команда со школы, там, мальчик и девочка. Основной участник от студентов БРИД шли две девчонки. И нормально. Вот. И они взяли первое место, они поехали на отборочный чемпионат уже на Россию, заняли там восьмое место из 26 команд. Довольно-таки неплохой тоже результат. Да. А есть ли какая-то такая, может быть, неофициальная статистика из всех компетенций, куда, может быть, более охотно идут дети, юниоры, куда студенты? Или там популярности такой явные? Нет, там популярности такой нет. Мы только здесь можем говорить о тех компетенциях, которые уже давно вошли в данное чемпионатное движение. А есть те компетенции, которые еще, ну, скажем так, молоденькие. Есть у нас, например, такая компетенция, как поварское дело, электромонтаж, техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта. Это парикмахерское искусство, технологии моды. Это вот именно как раз те компетенции, которые уже в это движение и в эти чемпионаты вошли, ну, довольно-таки вот практически с самого начала, с первого, со второго чемпионата. Здесь мы можем похвастаться и сертифицированными экспертами. Мы здесь можем похвастаться достижениями на отборочных, национальных этапах чемпионата. Есть молоденькие направления, которые, ну, совершенно, скажем так, не так давно. Это вот и сферы образования, это и плотническое дело, это ландшафтный дизайн. Это вот те компетенции, которые мы готовим пошагово, потому что в любом случае, ведь любая компетенция – это очень большой объем проделанной работы. Это и создание условий в учреждениях, это и подготовка педагогических кадров, это и отбор наших студентов, ребят. Поэтому это не сразу, например, захотел и компетенцию выдвинул чемпионат. Этому всему предшествует большая-большая плодотворная такая кропотливая работа. Ну вот про экспертов, да, вопрос. Тяжело ли было собрать эту команду экспертов? Кто их сертифицирует, где? И вообще вот вам лично по себе тяжело ли судить детей? Или нет? Есть какая-то четкая система беспристрастная и все? Ну, здесь как судить ребятишек, конечно, очень сложно, потому что чисто морально, то есть ребятенок готовился, собирали, вкладывали в душу и душу, говорится, в схему, в работу. И очень сложно как-то здесь что-то предпринять. Но на этот случай у нас стоит жесткая система оценивания, в которой четко прописано, то есть тот или иной параметр должен быть оговорен. И жесткое, соответственно, такое идет исполнение. Выполнен этот параметр или не выполнен? В этом случае мы уже как не можем от себя уже ничего сделать, мы идем согласно вот этому жесткому регламенту, который идет по оцениванию работ юниоров, основных участников и так далее. Много ли экспертов и как вы их собирали всех? Кто эти люди вообще? Экспертами в основном у нас идут педагогические работники, но так у нас есть эксперты от работодателей от МРСК Сибири, они у нас тоже сертифицировались, имеют сертификаты экспертов. И, скажем так, они как работодатели, конечно, заинтересованы в кадрах. То есть когда идет чемпионат, то есть они видят всех участников, видят кто как работает. Да, они видят их потенциал, и они уже могут привлечь такое, что по окончании, скажем, могут предложить им какую-то определенную работу, скажем так, занимая. Вот поэтому здесь у экспертов у нас довольно-таки очень большая команда. Точное число? Ну вот на шестой чемпионат мы не говорим об экспертов вообще, да, вот имеется в виду наших республиканских. А вообще вот у нас на шестой чемпионат будет 230 экспертов, которые будут оценивать все 38 компетенций. А участников? А участников 230, не помню, 238. То есть почти по... 260 экспертов и 238 участников. На одного участника один эксперт. Ну практически. Вот если, например, брать такое соотношение, даже у нас 260 экспертов, это гораздо больше, да, и 238 участников. А есть ли какие-то, может быть, постоянные участники, которые из года в год, из года в год участвуют? Есть такие вот. У нас, если взять, допустим, по электромонтажу, постоянные вот у нас участвуют, это БРИД, то есть мы участвуем, Гусениозерский энергетический техникум, МРСК участвует, Бурят Энерго. Это вот эти как бы три основные участника, которые у нас идут с самого начала и продолжают дальше, да. Конечно, будем, стараемся развивать, чтобы у нас больше было лица участников, больше экспертов. Вот как-то таким образом. У меня остался последний вопрос. Где стартует чемпионат? И можно ли как-то горожанам прийти на это посмотреть? Либо это закрыто, ну то есть для своих такое мероприятие? Мы, конечно, приглашаем всех на наш шестой региональный чемпионат. Молодые профессионалы, который состоится и который откроется 2 декабря в торгово-развлекательном центре Capital Mall. Открытие будет в 16.00. Там уже будут размещены наши конкурсные площадки. Кроме того, кроме конкурсных площадок, там ведь есть очень интересная интерактивная зона. То есть это когда наши профессионально-образовательные организации показывают мастер-классы по своим направлениям. Это очень интересно для школьников, для маленьких ребятишек. Даже вот, скажем, предшкольного возраста ребята, потому что там и выставляется робототехника. Там есть элементы поварского дела, там можно посмотреть минералы, там можно посмотреть прически, которые делают, там можно посмотреть наши модели и модели одежды. Это ведь интересно и родителям, потому что, глядя на то, чем занимаются учреждения среднего профобразования, они уже могут подсказать своему ребенку, внуку, куда они могут учиться и где интересно для них будет учиться. То есть даже если ты не участвуешь или твои дети не участвуют, можно прийти, взять ребятишек и посмотреть. Конечно. Площадка открытая. Мы всех приглашаем и будем рады видеть на этих площадках. 2 декабря в 16.00. Да. К сожалению, время программы «Стекло», но я думаю, что мы самое главное все проговорить успели. Спасибо большое, что пришли. Это была программа «Актуальная тема» и до встречи в эфире. «Актуальная тема» и до встречи в эфире.